Да когда же она придёт, эта чёртова мудрость? Пф! Минул год, ещё год, но пока только сухость и ломкость слегка потускневших волос. Да твою ж дивизию! У меня сам собой назревает вопрос, и невроз, и аж две с половиной морщинки на выпуклом лбу. Я с надеждой, неспешно, вчера подходила к столбу, отыскать объявление в стремлении продать по дешёвке ненужную мудрость. Безуспешно. Очевидно, никто не хотел совершать эту глупость. Я решила залезть в интернет, на сайт потеряшки. Там документы, собаки, коты, черепашки, две чёрных перчатки и обе с правой руки, визитница, шарфик, совесть, надежда, коньки, дети, мужья, достоинства, девичья честь. Там даже в столная была потеряна челюсть. Ассортимент был далёк от банальности, узости, скудности, но никто. За последних лет пять не терял своей мудрости. Я пошла в магазин. Раз в итоге не вышла халява, я потратить готова была ни много ни мало тысяч пять или семь со своих больших премиальных, но тут продавец-консультант не сказала. Вы чё, ненормальная? Вам чё, непонятно, что это в конец маветон? Весна на дворе, и для мудрости сейчас не сезон. А о вашем конкретно несчастном практически случае мудрость вообще не к лицу. Прикупить-ка лучше обелишк себе кружевное, помадку бордового цвета и крем от морщин. Я, конечно, советы отродясь не любила, но тоже продавец-консультант. А у них на советы какой-то особый талант. Вот сижу на диване почти в тридцати годах. Не мудрая, да? Но зато в кружевных труселях. Вот как-то так.